Если вы хотите, чтобы слова имели божественный смысл, нужно исполнять обещания, то, что мы говорим. На духовном уровне мы знаем, слово не отличается от объекта и от действия. В материальном мире двойственности есть различия. Люди пользуются этим, мошенники. Говорят одно, делают другое. Мошенники пользуются этим. То есть материалисты, они пользуются этим. Лицемеры. Так они говорятся в Писаниях. Это лицемеры, лабанщики. Если мы хотим постичь духовную платформу, мы должны научиться следовать тому, что мы говорим. Понимаешь? Слова не должны отличаться от дела. И даже мысли не должны отличаться от этого в итоге. Эта целостность называется духовным сознанием. Остальное вам? Майя. Я вот малейко знаю для себя ответ, но судя по вашим ответам, вот я ваши лекции смотрю сегодня, послушал, то, что я ожидаю, услышать, не входит, трансцендентно получается. Как бы с критикой в уме? Как бы с критикой в уме? Да. Игнорировать. То есть проблема не в том, что у нас есть ум, мысли или тело какого-то типа с плюсами, минусами, как у всех. Не в этом проблема. А проблема в том, что мы себя отождествляем с этим телом, мыслями, умом и мнениями своими. Вот. Если мы отождествляем себя с деятельностью ума, мы будем страдать. Вот там, допустим, критика, там плохие мысли могут быть. Я понимаю разумом, что это плохо, но на меня это влияет. Пока я себя отождествляю с умом. Это не я. Ум – это не я. Он подобен, мысли подобны течению реки. Сравнивается, скажем, Ганга или Емуна. И говорится, что в сезон дождей в священной воде Ганги стекается много мусора. Пена там, прям видно, нечистоты какие-то сверху. Но мудрый человек не обратит на это внимания. Он понимает, что вода остается священной. Также в уме возникают всякие мысли. Это обычная, подобная химическая реакция. Увидел – ум ответил. Автоматически. Не нужно это больше внимания оставить. Нужно игнорировать. Если я душа, мне все равно, что ты думаешь. Я буду служить Кришне. Я слугаю Кришне. Но на это потребуется время, чтобы это реализовать. Наблюдать на Нем. Как наблюдающий. И не возникаться до Его возникновения. Это различное. А возникаться на Кришне. Ты понимаешь, потому что ты уже знаешь, что ты отличаешься от грубого тела. Уже это различие ты знаешь. Теперь нужно отличить себя от ума. Правильно? Все правильно? Это следующий шаг. Подскажите, есть ли планирование, чтобы не Кришне? То есть, не длинное планирование, скажем, планирование, что я буду делать, чтобы они были 50 лет, автастра. Есть ли смысл вообще и размещать по этому поводу планирование? Есть мантра для планирования специальная. Господь читанию повторял. «При помощи преданного служения я пересеку океан материального существования». Таковы планы. в целом запомни эту мантру. Это мантра отречения. То есть, наш план передаться Кришне. И ты правильно говоришь, чтобы прийти вот к этому уровню, такой решимости, да, как у Колумб, он переплыл в океан. Тоже решимость, потребуются какие-то качества, чтобы была такая решимость. Можем планировать постепенный свой процесс через ашрамы, через образование, через преданное служение. Да, но нужно помнить, я пересекаю океан материального существования. Иначе планы никуда не годятся. Просто стать грехаской, ревонапраской или соняясь недостаточно. Нужно пересечь океан материального существования. Вот для чего это все делается. Тогда в конце жизни ты определяешь такую решимость и пересечешь океан материального существования. Перед тем, кто обладает этой решимостью, которая описывается у предного, океан материального существования сужается до размеров лужицы в телячьем копытце. Поэтому это уже нетрудно в этом состоянии решимости. Если есть какие-то привязанности к материальному существованию, он кажется бескрайним, безграничным. нет берегов. Так что, ну, вырабатывай стратегию в своей жизни. стратегии. Нет. 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 стратегии. 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 Мы к разной категории принадлежим шахты и вешай. Каждый преданный он наделен какими-то полномочиями. Но есть особые таттвы, как ксенопатии, бхактая, то есть генералы есть господочитания, есть офицеры, рядовые, тоже уполномоченные разных категорий. Ты каким хочешь быть? Честно не будешь? Хорошо. Хорошо. Ничего плохого там нет. Давай, действуй. Осталось еще много во Вселенной планет, где люди не знают. Если это шахты и вешай аватар именно, не просто наделенный полномочиями, а аватар, то, скорее всего, у него будет сдача вселенского масштаба. Значит, где-то прабхата проповедуют на каких-то планетах. Если это шахты, вешай аватар. Их знает вся Вселенная. У них тоже есть свои пураны, истории, они знают все. они знают и прохват Махараджа по всей Вселенной, и притху Махараджа, шахте вешай аватар. Все знают. Тебя еще не знают? Ну, еще все впереди. Когда-то прабхата вала лекцию Махаджана, 12 Махаджан писал величие. Это производит такое впечатление, что один ученик сказал прабхата, вы 13 Махаджан. Пабхат сказал, да, ты 14 из парампара. А человек низкого происхождения он может обрести полномочия, бхактики, спросили прабхата, получать посвящение, там, прочее. Прабхата говорит, если он предан, он получит все. получит все. Любой человек, если он предан, он получит все. Есть еще философские вопросы? Не семейно-бытовые. Да. Как мы в нашем северном вопросе, но у меня вопрос, я слышала, ну, обуздать чувства и стихать своих желаний. Как это применимо криптизии? Еще обуздать и стихать себя? Еще раз, как? Ну, обуздать свои чувства и стихать свои желания. Как это применимо криптизии? Обуздать чувства означает, ну, следовать культуре. Не подавить их, а следовать культуре. Не позволять им выходить за рамки культуры. Культура это сатва гуна. Общая культура для всех сатва гуна. В Раджесе все отличается. Много политики, много различий. В сатве есть единая культура. Вот за пределы сатва не выходить. Чувствуем. Как Господь читает, наслаждайтесь достойным образом. Не запрещается наслаждаться, но достойным образом в рамках культуры. И постепенно наши материальные желания, они исчерпаются. У вас не будет новых материальных желаний. Вы не увидите в этом смысла со временем. В скором времени, если вы практикуете правильно все, в очень скором времени вы не увидите смысла развивать эти желания снова и снова. Будете чувствовать свободу освобождения, когда нет материальных желаний, если они ослабевают, или они уменьшаются, вы будете чувствовать себя лучше, 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 лучше. Как выздоравливающий человек. Инфекция это, но уходит. Материальные желания это как инфекция. Продолжение следует... может точно процитировать, что там говорится? Глубину чего? Это контекст, может быть, ты... Ну, как сказать. будет глубиной чего? Нужно знать, какой глубины. Глубины сознания Кришны это имеется в виду. И нужно еще посмотреть английский вариант тоже. Это место можно найти сейчас? Одиннадцатая песня, где какой текст? Давайте посмотрим. Английский и русскоязычный вариант. Глава какая-то? Третья глава, одиннадцатая песня, третья глава, стих. Это комментарий, да? Ты прочитала? Да. ко мне приходят мысли конечно сейчас, но хочу чтобы точнее было. там можно попутно какой-то вопрос пока не ищут. какое настроение время утреннего крифтана? Не спать главное. Какие раги, какие мелодии используются? Самадхи Швапрабхады утренняя рага была очень печальная флейта. Майя пуре включали, говорит, это утренняя рага. Сокровенная, глубокая, минорная рага. Есть также служба, которую мы поем, утренние, вечерние, их можно петь и утром и вечером, но в разных настроениях. Минорные есть и мажорные настроения. Есть также домодраж в разных настроениях, радамадова в разных настроениях, может зависеть от времени дня или просто настроения. вечерние. В вечерние обычно служба поется гаура аратики ба джая гаура чандир аратики шау Барабхата. Барабхата. Мои пули готовы. Вечерние. Но также мы слышали, как Прабхата пел минорную. И мы вот с этого и начинали. С этой мелодиями. Потом переключились позже. Мирную минорную. Есть самсара дневная. Мы поем. А днем? Есть очень минорная мелодия. Самсара Прабхупадвия поет. Обычно Радаматуем поем. Примерно в этом настроении все мелодии у нас. Есть другая мелодия. Такая тоже есть. Неожиданная, да? В голову такой не придет. Вот есть разные раги, разные настроения. И все танцуют под эту мелодию. Веселые. Но проблем называется. Нашла? software. О respect. Окна. Ап십‼ doin. Мัнила. В Pub. … 9łę. На вдch. … Воряд ли аппетри institution. Все thoroughly located. С в Andy в стороне. У Awareness о. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Другое дело сделать хлеб Отец и мать старшие Они просто кормят меня Я понимаю вкус хлеба Я получаю пищу Другое дело, когда я могу сам вырастить и сделать хлеб Иначе если я просто ем хлеб Мои знания будут поверхностные Также если мы хотим Кому-то помочь в сознании Кришны Это не простое дело, как его достать С этого уровня на этот уровень Это нужно глубоко понимать науку Нужно иметь опыт Поэтому есть три вида отношений у каждого Обязательно три Это милость старших мы получаем Уже что-то готово от них получаем Делимся с равными реализацией И обязательно помогаем младшим Это будет полноценное развитие Но я не могу такое сравнение Переволвать С кемом Спасибо. Сначала нужно постичь положение Господа, это сам Бандагьян называется, в его верховное положение. То есть я слуга, он верховный Господь. Нужно постичь эту разницу. Господь, что они с этого начинают, что мы маленькие частички Бога. В Бхагавадгите это не указывается. Поэтому считается учение, сочетание, продолжение Бхагавадгиты. Где Арджуна, он понимает это без утверждения Кришны, что он его слуга, он его преданный, да? И сам Кришна говорит, ты мой преданный, мой друг, указывает на это. Но философски он говорит просто атма и все. Атма можно понимать, параматма, раман, джива атма. Не конкретизируется. Поэтому комментаторы все это объединяли, этот перевод. Атма относится ко всем, и к Богу, и к этой душе. Она сливается, все едино. А Господь сказал, нет, есть единство, есть различие. Есть источник великий, великий Бог. И есть маленькая частичка его, джива. Количество, они разные. Это называется самбандагьяна. То, что не раскрыли комментаторы в Бхагавадгите, без помощи, как бы, вот, очариев. Самбандагьяну они не смогли понять. Поэтому отсюда исходит эта позиция смирения и служения. С этого начинается, как бы, наше отношение с Богом. Самбандагьяна. Я слуга, Он Господин. Значит, тут есть Айшваря, его великолепие. Нужно познать. Его богатство, его красоту, его силы, отречения, знания и так далее. А затем Абхидея. Абхидея. Абхидея – следующий этап. Абхидея означает духовная практика служения, преданное служение начинается. В духовной практике джива может развить любовь гопи Кришни. Ну, вот, в этой линии, Господи, читай, именно об этом речь идет. Он дает нам любовь гопи, самую близкую, самую интимную любовь к Богу. В этой любви это великолепие Господа, оно уходит на другой план. То есть, это имеет значение. По мере усиления любви стирается это различие. Джива к нему приближается уже как возлюбленный, как друг или как родитель от любви. Она начинается с того, что мы должны признать сначала свое положение, слуги, и начать преданное служение. Но преданное служение обладает силой подчинять даже Верховного Господа, говорится. И к чему же мы приходим? Любви Галлоки Вриндаваны. Начинают понимать, кто такая Ишода, кто такая Радхарани. Жители Вриндавана не видят в нем Бога. Как же тогда они общаются с Кришной, интересно? И Папа говорит, просто, очень просто. Одна только вещь существует. Безграничная любовь, которая вытесняет все остальные представления о Боге. О его величии, о его могуществе, о его силе. Потому что иначе мы не сможем приблизиться, мы только на коленях можем стоять. Но когда эта любовь поглощает полностью живое существо, там не остается место для Ишвари. Им напоминают, так это же Бог. Говорит, ну да, но это не важно. Главное, это мой сын, говорит Анда Магарадж. Вот что я думаю, вот что я чувствую. Любовь бесграничная, она не умещается, другие расы туда не ходят. Благогевенный страх уходит. Это называется Прайоджуна, конечная цель. Самбанда, Афидея Прайоджуна, любовь к Богу. Но не упускайте, начинается самбандхи, мы должны понять свое положение слуги с этого. Услови. Просто посы. Сососы. У меня есть особых. Мы читали историю, что есть, и там историю про лошадьего тела, где сын в своем теле, и он общается со своим негативом, в таком отрешенном состоянии. Отречение к детям означает, что мы их воспитываем в сознании Кришны. Ты будешь не моим слугой, а слугой Кришны. Это отречение. Обычно родители воспитывают сыновей и дочерей как своих слуг. На старость лет они им нужны будут. То есть тут есть своя материальная платформа отношений. Есть своя тонкая выгода. Даже у близких родственников есть такая тонкая выгода. Мне говорила тетка, у меня был младший брат двоюродный, и тетка мне говорила, я был старше, ты вырастешь. Ну то есть я в ее глазах был более, что ли, способный, чем ее ребенок, более простой. И она мне говорила, вот ты вырастешь, и ты будешь о нем заботиться. Это неплохо, в принципе, о том, что он говорил, что заботиться нужно. Но это все, что знают обычно люди в родственных отношениях. Если ты хорошо зарабатываешь, то надо другим помогать, братьям и сестрам. Вот они вот за этим следят. Но в отречение вы говорите, ты должен служить Богу. Ты вовести, что будешь слугой Бога. И мне это ничего не должен, я не требую ничего, это нужно служить Богу. Но служить Богу, он знает, что служить Богу, нужно служить таким родителям, которые привели его к Богу. Это включает себя, видите, эти вещи. Но без конфликта, без требования, без давления, без насилия. Называется действие без действия. Вы действуете, достигаете результата без всякого насилия. Через служение Богу. Если у людей пробуждена совесть, не нужно никакого насилия. Совесть пробуждает служение Богу. Все, вы отдаете ребенка Богу, значит, обществу для всех воспитываете, не для себя. Это отречение. Можете сказать, я совсем понимаю разницу между санхи-йогой и гьяной-йогой. Между какой йогой? Санхи-йогой. Что такое? Санхи-йогой. Санхи-йогой, да. Санхи-йогой. И гьяной-йогой. И получается, Прабхупада, Богопитет пишет о том, что санхи-йога и бхакти-йога имеют одну цель. Тхьяна – это медитация, медитационная ее тхьяна. Тхьяна или гьяна? Гьяна. Гьяна и санхи – это одно и то же. Это одно и то же. Санхи означает считать. Как вы знаете, как вы знаете, как устроена эта гармония? Вы разбираете на части и сосчитываете все эти части, знаете их предназначение. Это санхи. Вы этот мир материальный разбираете на составляющие, сосчитываете их элементы и вы выделяете недостающий элемент душу. Это санхи-йога и гьяна. По заправочке, на самом деле, реально это сделать? То есть, есть ли йоги, которые могут изучать, но они не могут быть? Ты можешь, а почему не можешь? Это же школа. Это школа. Ты слышишь 24 материальных элемента. Ты изучаешь, медитируешь на эти 24 элемента и постигаешь их. Ты можешь? Почему нет? Эта школа существует. Знания существуют. Если у тебя именно к этому есть расположение, просто ты изучаешь и получаешь представление. Как и все науки постигаешь. Гьяна-йога – это не сложно. Она требует целебата. Если кто-то хочет этим путем сильным гьяном стать, требует целебат полный. Проникнуть в эти все тонкости при помощи ума. И приблизишься к последнему элементу, который в этом нет. Ты вычислишь душу. И скажешь, Боже мой, ахам брамас ми. Вот к чему я пришел. Я ее душа. Это вывод. Обязательно. Есть учителя, конечно. Путь гьяны – это не наш путь. Есть пути гьяны, есть путь вайраги, есть путь аскезы, тапы. И путь любви. У нас путь любви. Бхакти-йога. Путь милости. Бхакти-марк. Пушти-марк называет. Путь милости. Господь читает. Потому что он знает, что мы не такие уж гьяны, сильные веккали, не аскеты, не вайраги. Путь милости дается. Он тоже открывает на все эти ценности. Гьяну также вы получите через бхакти. Научитесь легко сосчитывать материальные элементы, различать гуны. Поймете, что такое пранаяма или асаны, или жизненная сила внутри. Все откроется тоже. Поговори. Уже. Поговори. Если можно еще вопрос к нашим студентам, то есть люди нас все спрашивают. Излучилось и оскорбление, и ведь это у меня одно целое. Кроме моего самого конкурса, объясняли смысл святого и не верующих. Могу понять, что же имеется в виду. Так как проповедь, это же и есть рассказы о верующем о святом плене. Я понимаю, что на стране люди перед вами всегда понимают то, что они рассказывают, что начинают оскорблять. А в другой стороне, как я могу знать, какие он оскорблять, если обычно есть план, что он стал, и не знаешь, пока не проверишь. Мы не проповедуем не верующим? Нет. Мы проповедуем только тем, кто уже принимает бхакти, семья бхакти. Когда мы говорим, это не значит, что мы проповедуем этим людям. Просто представляем некую информацию на выбор человеку. Это просто выбор его. Это еще не проповедь. И бхактимоната Кур приводит пример на этот счет, что какой толк культировать землю, если там семя не посажено? Понимаете? Человек не принимает бхакти, не принимает Бога. Зачем ему проповедовать? Если семя не посажено, зачем землю культировать? Какой смысл? По сути дела проповедь начинается, как таковая, с момента инициации. Чтобы получить духовное знание на столе Нишикшу, необходимо дикша. Но дикша означает, что требуется дать обеты сначала, отказаться от этих чувственных наслаждений. И тогда дается святое имя, вот это семя, которое потом можно уже культивировать. И когда семя посажено в сердце, вы чувствуете, что я слышу своего духовного учителя, и я насыщаюсь, я чувствую рост. Семя растет это. Я реально ощущаю духовный рост. Я могу ощутить духовный мир. Потому что там есть семя, заложенное семя. Но если его там нет, я не услышу ничего. Поливаете землю, но там семени нету. Ничего не вырезать. Но сорняки могут вырезать. У тебя еще вопрос? Последний. Чтобы определиться с Кришни, у нас есть процесс садной бакси. Метод называется пинг-понг. Гуру. Гуру вы не найдете без Кришни, потому что именно Кришна дает гуру. Если вы хотите искренне к Богу, он вам подставит гуру вместо себя. Вы идете к гуру, а гуру вас к Кришне. Вы к Кришне, но у вас снова к гуру. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Пока мы не поймем, что платформа духовна абсолютно. Духовной разницы нет. Тогда мы уже постоянно общаемся с Кришной, с гуру в сердце, не разделяем эти вещи. Поняла? Я еще не понимаю. Ты поняла уже? Угу. Все, спасибо. Продолжение следует... Все, спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...